Дмитрий Сергеевич Лихачев писал, «Самая поразительная площадь, которую я знаю, это Соборная площадь в Московском Кремле. Она удивительна. Все здания стоят как бы отдельно и совершенно свободно. Но человек чувствует себя в запнутом пространстве. Пространство замкнуто, но вместе с тем раскрыто, главным образом в сторону Москвы-реки. На Москву-реку через площадь смотрит умиротворенным и торжественным взглядом Успенский собор, главный властитель площади, хотя далеко не самый большой и высокий. А ведь здания площади все разновременные, но, очевидно, у архитекторов было самое драгоценное для архитекторов чувство – чувство ансамбля. И еще одно свойство было у архитекторов – умение понять, как ощутить себя человек среди зданий. Последнее – в соборной площади Московского Кремля удивительно. Человек на этой площади не принижен, он возвышенный и окружен историей. Засюду здания обращены к нему. Ни одно здание не отвернулось от человека, не пропускает его мимо себя. Торжественность площади ненадменна. Русская история, с которой связана площадь, не подавляет человека, а включает его в себя, делает пришедшего на площадь участником истории. Он становится как бы даже выше ростом. Соборную площадь в Кремле можно назвать центром средневековой Руси. Она главный и самый древний кремлевский ансамбль, чей уникальный архитектурный облик сложился уже к началу XVI столетия. В центре композиции в глубине площади – величественный Успенский собор, главный храм Московского государства, где венчались на царство русские самодержавцы. За ним виднеются церковь двенадцати апостолов, чудов монастырь и более поздняя постройка – здание Сената. Справа – филаретовская звонница и комплекс колокольни Ивана Великого, который создавался в течение более ста лет. Непосредственно за колокольней видна Спасская башня, и рядом с ней – Царская башня. Из-за стены видны главы Покровского собора – храм Василия Блаженного, построенного при Иване Грузном в честь всятия Казани. Великолепный архитектурный ансамбль напоминает театральную сцену, которая справа и слева планкируется кулисами. Слева – здание грановитой палаты с красным крицом, на котором появлялись перед народом русские цари, а справа – фрагментом западного фасада Архангельского собора – усыпальницы великих князей, членов их семей и приближенных. В отличие от ранних петербургских видов, выдержанных художником в холодной и жемчужно-голубоватой каме, что соответствовало эмоциональному восприятию северной столицы, московские пейзажи Алексеева решаются в большинстве своем в гораздо более теплой, солнечно-золотистой тонарности. Как и во многих других пейзажах художника, город заполнен народом. Здесь и запряженные лошадьми пооски, и горцующие всадники, и торговцы, и гуляющие горожане. Это придает городским видам особенную живость, дает возможность увидеть глазами современника не только крупнейший архитектурный ансамбль древней столицы, но и представить повседневную жизнь города на рубеже XVIII-XIX столетий. Картина происходит из собрания князей Борятинских в имении Марьина Курской кубернии. КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА Субтитры создавал DimaTorzok